Всем еще раз добрый вечер, рад всех приветствовать, что-то все вы разбежались куда-то, непонятно, куда вы убегаете? Ну, в общем, бегите, бегите, куда хотите. Что за песня играла? Я потом... У нас есть на ютюбе комьюнити плейлист. Там эта песня есть, я вам потом обязательно ее скину, я сейчас просто не могу этого сделать. У нас, собственно, с вами прямой эфир. Стримеру тоже иногда надо, ребята, кое-куда сходить. Умыться, например, чтобы быть бодрым, потому что, честно говоря, спасать только то, что это новый патч. В противном случае я бы, конечно, ругал еще сильнее игроков. Ну да ладно. Не будем сегодня ругать, сегодня у нас веселье, радость. Сегодня все хорошо. Джидот против Вунаевана. Поменялись сторонами игроки. Джидот играет за вермахт, выиграет доктрину Восточного легиона. Вот так вот. И через Т2 играет Советским Союзом Вунаеван. Про Максим. У Максима увеличена скорость разворота. То есть теперь Максим пофланговать будет гораздо попроще, но при этом Максим будет лучше подавлять. И, по-моему, получше урон будет. Вот. Такие вот дела. То есть теперь раскладывается Максим дольше, особенно в зданиях. Сделано, естественно, для того, чтобы вы могли спокойно этот Максим флангануть там двумя-тремя отрядами. А то раньше это было вообще невозможно. То есть есть у тебя там позиция МГС этого Максима. Он, блин, так быстро вертится, крутится, как Юла. И попробуй его поймать. Так что вот такие дела. У Струпина сидят на центре, палят движуху. Типа, ребята, мы все видим. Без нас никуда не ходите. Мы типа контроль. Пионер Вермахта натягивает колючку. У Вермахта нет новых юнитов. Ребята, новый юнит только добавлен для американцев. То есть миномет. Больше никаких новых юнитов у нас пока нет. Ребята, в этой игре. Поэтому за Вермахт никаких сюрпризов нет. Хотя, конечно, будет хорошо, чтобы они были. Будем надеяться на новых командиров. Когда-нибудь какие-нибудь новые командиры у нас еще появятся. За Вермахт, Советский Союз и так далее. Вот такие дела. То есть еще Максим, еще Максим, еще Максим. Больше Максимов, ребята. Максимов мало не бывает. У Струпина получает как-то сразу дипи урон. Еще ответ Мобранцев до кучи. И Ван Эйвен собирает достаточно серьезный кулак. У Струпина разводит, разводит, пока Максим подойдет. Они такие, хоп. На развороте его поймают и все. У Струпины по Максиму с нижних позиций сплежаются. И Максим, проблемы сейчас, надо будет, естественно, отступить. Тем временем у Струпины надо выйти. И вообще надо бы отступить отсюда. Гонит, гонит, гонит Максим. Выходить, выходить, выходить. С двух сторон успевает нас Ван Эйвен. Молодец. Загнал Максим в штрафную зону. Тем временем у Струпина забирает верхнюю часть карты. Максим разворачивается. Максим. У Струпина нельзя попасть в сезону обстрела Максима. Максим в штрафной зоне. Ну как долго, как долго у Струпина его бьют. Какой кошмар. Флангует, флангует. Все правильно, отлично. Не хватает гранаты. Очень сильно не хватает гранаты. Но у Струпина вот этой гранат нет. Максим в хорошей позиции. Разворачивается. И попадавляет. Да, отлично. Тут же пионеры вермахт. Тут же не справятся. Отступает Максим. Отступает от Струпины. Подходит достаточно серьезный выход на центр. Максим надо сажать здание на центре. Все правильно. Ну и фланговать МГ-42. Тем более здание это свободное. Надо сюда садиться. Срочно садиться в это здание. Максим. По штрафной зоне МГ-42. И надо подойти. Надо подойти огнеметчиками. Ну что ж ты сел-то, Вунайван? Да. Надо было сразу это сделать. Подходят советские инженеры. Советские новобранцы против от Струпинов. Два отряда новобранцев заказывают сразу же Вунайван. И Вунайван у нас выбирает тактику охоты на танки. Таковый вариант. Развитие событий будет. Интересно. Инженеры с огнеметами. Работаем. Работаем, товарищи. Почему сейчас вообще, смотрите, не прошел у нас урон. Слабый урон. По Струпинам. Ну все потому, что они стоят в открытой зоне. Там урона гораздо меньше, если бы они стояли в укрытии. Да. Ну и все. Отступили. С центра у нас советские войска. Достаточно сильно прижали противника. Две звезды за Вунайваном. Вот. Джидоту тяжело. Вунайван лучше играет за Советский Союз. Это понятно. Подошли пионеры вермахтов с сожигалкой. Сейчас мы для тебя выбрали. Русак. Очень нравится мне эта озвучка. В игре красный оркестр. Герой Сталинграды. Сдавайся, Русак. Там, конечно, озвучка очень жесткая такая. Такая хардкорная. Грубая такая прям, брутальная. По Струпинам. По Струпинам надо отступать. Максим в опасности. Подавленный на МГ-42. Подошли пионеры. И МГ-42. Ой, МГ-42 как хорошо продавляют нас Максим. Максим в опасном положении. Подошли на Вабранцы. Но у Струпинов. Максим срочно надо отступить. У Струпины вовремя отошли. Успевает у нас Джедот контролировать все свои войска. У Струпины на центре. Максим забирает нижнюю позицию. Да, вон Эйвен гораздо веселее смотрится за Советский Союз. Чем в прошлой игре. Да уж. Ну что ж, не хватает сюда припарить миномет. Нет, нет, нет. Зачем противотанковый гранат? Это пока нужен явный миномет на эту игру для Ван Эйвена. У Струпины забирает центр. Пошел серьезный выход наверх карты. У Струпины в опасном положении. Вот опять надо подвести поближе. Давай, 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 давай. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Полите, полите этих товарищей. У Струпины против Новобранцев. Новобранцев в зеленке им ничего особо не угрожает. Побежали еще Новобранцы. Подавлены на МГ-42. Заказан пак противотанковый. Да, пак противотанковых позиции. Новобранцев лангует МГ-42. МГ-42 переразворачивается. Новобранцы зазятся в зеленку. Подошли еще отряд Максима Инженеров с огнеметом. Сейчас можно попробовать лангануть позиции МГ-42. Подходят Новобранцы. Тут же у Струпины. Дожигалки остаются защищать Максим. МГ-42 вынужден таки. Потому что грамотно фланганула советская пехота позиция МГ-42. И похоже у Струпины тоже будут вынуждены отступить. Хорошая взрывчатка. Вот такую взрывчатку вообще не заметишь. Вот вы идете, да? Вы ее вообще не заметите. Никаким образом. Мы теряем территорию. Был потерян один отряд у Струпинов. Недоконтролил G-Dot. Да, Манайван прекрасно отыгрывает эту игру. Просто невероятно. Да, что-то немцам тяжеловат. Максим, надо быть аккуратней. Хорошо. Как здесь Максим встречает у нас пионеров. Просто вышли, отошли. Все правильно. Пошли у Струпины на нижнюю часть карты. Разводят Манайвана. Ну, вот Т-70, да. А Т-70 говорит, ко мне без разницы. Я же, говорит, как Бэтмен. Хоп-хоп-хоп-хоп. По всей карте летаю. Так, интересно. Но надо ждать. Надо ждать, пока подойдет сюда какой-нибудь отряд. Тогда можно будет так оформить дабл-кент. Идет отряд у Струпинов. Советский инженер против у Струпинов с нижней позиции. Подходит у Струпина. Да, да. Они подходят в это место. Опасное. Оп-оп-оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Ну, давай, 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 работай, ну! Бунайван, ну что за... Что за... А нажать нельзя было? Мы... Такой фейерверк с вами? Ядрить-голодить. Да. Похоже, G-DOT просто вышел из игры. Либо рейдж-квит, либо непонятно что. Ну, тут... Да, ну тут все. Ну, тут на самом деле взрываются вот эти два отряда. Т-70 добирает у Струпинов. Остается отряд у Струпинов, миномет, пак и инженера зажигалки. Вот они, где они, здесь на базе. И все. А тут уже все. А тут, ребята, у Найвана вся карта в руках. Выходит танк Т-34-76 и карает пехот. Блин, даже про Т-34-76 не успел рассказать. Баксплат. Не исключено, Баксплат. Ванайван ливнул. Да, Ванайван... А, это Ванайван ливнул. Как кошмар. Да. Ну, техническое поражение. Техническое поражение считают игроку. Ну, собственно, все. Получается, G-DOT выиграл. Хотя, конечно, очевидно, что в этой игре Ванайван, скорее всего, победил бы. Да, давайте посмотрим сетку-бар-сетку. Что там у нас будет? И в 5. И... да. Нет, Ванайван обыгрывает G-DOT. Нет, все-таки Ванайван-то выиграл эту игру. Мы, ребята, получается, смотрели с вами прошлую игру. Это счет 1-1 был. Нет, Ванайван все-таки берет... Да, это G-DOT, ребята, вышел из игры. Ванайван побеждает. И выходит на игрока Хой Пол. Ну, что ж, ждем, когда сыграет Талисман против Комыша. Для того, чтобы их потом показать против Нагана. Такие вот дела. Давайте вернемся пока, ребят. Вот такие дела. Нет, все-таки Ванайван победил. Ну, что, молодец. Интересно, интересно. Получается, Ванайван первый раз, скорее всего, играл именно с Советским Союзом. Поэтому он и победил. Ну, что ж, на этом такая быстрая, молниеносная игра. Ну, что поделать. Включайте следующее видео. Продолжение следует...